Волга-матушка, Волга-кормилица Наш собеседник Евгений Бурдин, историк, автор нескольких книг, посвященных истории образования Куйбышевского водохранилища и, пожалуй, единственный эксперт в России, кто досконально, опираясь на архивные документы и воспоминания очевидцев, изучил тему затопления Волги. На заднем плане мы с вами видим Куйбышевское водохранилище или по-старому Волга. Правильно сейчас называть это водохранилище, потому что старая Волга была достаточно узкой, максимум 1,5-2 километра. Остальное пространство современного моря занимала Волжская долина. Это заливные луга, леса, пашные угодья, кустарники, небольшие речки, озера и многое другое. Еще в 1920 году в Государственной комиссии по электрификации России началась разработка плана ГОЭРЛО. Одной из его основных идей являлось широкое использование огромных гидроэнергетических ресурсов страны. Через 11 лет приступили к разработке схемы «Большая Волга», которая предусматривала коренную реконструкцию реки. Сейчас разрабатывается грандиозный проект электрической установки на Волге, как раз в области Самарской Луки, Волгострой. Примерно под Ставрополем русло Волги предполагается перегородить плотиной, при которой устроена будет электрическая гидростанция с установленной мощностью 250 тысяч киловатт. Писал профессор Павел Преображенский. 10 августа 1937 года было принято постановление руководства страны о строительстве Куйбышевского гидроузла на реке Волги и гидроузлов на реке Ками. В конце переписывалось неподлежащее оглашению. Строительство Куйбышевской ГЭС, которое сейчас переименовано в Жигулевскую, началось в 1950 году. Она возводилась между городами Жигулевск и Тольятти. В условиях послевоенного времени не хватало ни техники, ни материалов, а самое главное – рабочей силы. Но выход нашли быстро. Стали использовать труд заключенных Кунеев Лага. Об истинных масштабах использования рабсила на строительстве Куйбышевского гидроузла до сих пор неизвестно. Помню, еще в начале работы над этой книгой я был очень удивлен и неприятно поражен, услышав от современников строительства Куйбышевской ГЭС то, что в народе ее называли «братской могилой». Позднее, скупых рассказов стариков, я узнал, что особенно много заключенных погибло при строительстве гигантского котлована глубиной 30 метров, по другим данным 45 метров, под здание ГЭС. Причем трупы замуровывали в бетоне. Из книги Евгения Бурдина «Волжская Атлантида. Трагедия Великой реки». Создание Куйбышевского водохранилища отражено в документах бывших партийных организаций Ульяновской области, которые сейчас хранятся в Государственном архиве новейшей истории региона. Уникальность документов подтверждается тем, что ряд из них до сих пор сохраняет гриф «Секретно» и недоступен для исследователей. Куйбышевский водохранилищ. В документах партийных организаций мы нашли ответы на многие вопросы, в первую очередь, которые касаются переселения людей, предоставления им необходимых для этого материалов транспортных средств. В сухих отчетах за 1955 год говорится, что в девяти районах, затрагиваемых Куйбышевским водохранилищем, будет полностью затоплено 56 и частично 23 населенных пункта. За два года планировалось переселить более 13 тысяч семей. Также подлежало переносу и восстановлению 260 административных зданий и сооружений, в том числе 62 школы, 46 домов культуры, клубов, библиотек, 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Достаточно сильно волновали партийные структуры вопросы подготовки ложеводохранилища Куйбышевской ГЭС. Ведь по данным архивных документов, планировалось затопить 164 тысячи гектаров. Нам посчастливилось из уст очевидца услышать, как Волга превратилась в водохранилище и как шло великое волжское переселение. Александр Иванович Горбунов сейчас живет в Ульяновске, но родился он в старом селе Архангельское. В 1951 году приехали топографы с Москвы. Как раз это студенты закончили топографический, московский топографический техникум. И у них дипломная работа была – это снять, нанести на карту дно будущего Куйбышевского водохранилища. Ну, а как тогда приехали куда? В село приехали куда? В сельский совет. В сельский совет. А где? Когда тогда не было людей-то, не было взрослых, чтобы помогать им. И нас тогда четверых ребят после шестого класса нас пригласили поработать через сельский совет. Пригласили в сельский совет и предложили – хотите заработать за лето? Как рассказывает Александр Иванович, им выдали на комарники спальные мешки и на все лето вывезли в заливные луга, расположенные тогда в 15-20 километрах от Архангельского. Школьники помогали носить топографам инструменты, измерять на местности, наносить данные на карты. Каждый день мальчишки с топографами, положив в карманы по два сухаря и куску сахара, уходили в 8 часов утра из лагеря в луга, леса, на болото. И возвращались назад только в 8 вечера. Иногда заходили в такую глушь, что могли выбраться только по карте. Там ни дорог, ничего не было. Ну, а нам ведь на карту надо занести любой бугорок, любую ямку, любую старицу. А стариц очень много было, потому что каждый год Волга разливалась, все это заливало, начиная от Ундрофы до Архангельска, все это заливало водой. После вода уходила, старица очень много оставалось. И вот нам приходилось по этим всем болотам, по старицам, все лазить, плавать. По словам Александра Ивановича, осенью 1953 года всех жителей села Архангельское вызвали в сельсовет, где стали выдавать договоры на переселение. На тот момент у всех сделали опись имущества и посчитали подъемные. Чем хуже было строение, тем больше выделяли средства на строительство дома в новом месте. На тот момент 80% жителей села, как говорит Александр Иванович, жили под соломой. Правда, сумму подъемных нужно было вернуть через 15 лет. В 1953 году, вы же знаете, была большая амнистия. Очень много заключенных было брошено на это переселение. А эти заключенные, там они формировались, там 3-4 человека, лишь бы один что-то соображал. И всё, и они уже берут там старушку какую-то, дом разобрали, на новом месте поставили. Вот, лишь бы деньги платили. И вот тогда вот эти практически всё село Архангельское, её построили бывшие заключённые. Новое село Архангельское было выстроено уже через год на месте подсолнухового поля и леса. Горбунов и самая большая семья в селе переехали первыми. Как рассказывает Александр Иванович, в августе 1953 года они разобрали свой старый дом и перевезли его на новое место. Заселились во вновь отстроенный дом в марте 1954 года. К слову сказать, Александр Иванович и на территории будущего села поработал в качестве уже специалиста топографом. Он занимался разбивкой улиц. Как вспоминает старожилы затопленных сёл, они жили около Волги, как у Христа за пазухой. У них было всё – чистая вода, обилие рыбы, продуктов, дрова. Внизу там, внизу, в старом Архангельском, там такая была природа. Это практически село, оно тянулось километра четыре, а то и больше. И вдоль всего села были озёра. Вот, первое озеро – Ахтай, потом Кругленькое, потом Берёзовые, потом Сокорница. И вот почти до Ботьмы, село Ботьма, Мордовское село было, шли озёра, озёра, озёра. За этими озёрами поля, ну, луга были, луга щенокосные. Мы не знали, что такое дрова, где, ага, щена. Сколько надо, столько и кощи, лишь бы было кому кощить. Вот. А когда переехали сюда, здесь уже этого не было. Александр Иванович утверждает, что вода в Волге была настолько чистая, что её пили, ничем не обрабатывая. В Волге вода была очень чистая. Ведь, допустим, если вот мы на рыбалку ходили, мы же не искали где-то родничество, или из дома воды не брали, чтобы, а зашёл в Волгу, зачерпнул в котелок там или ведро, и всё, из этого сварили уху. Вот я помню пристань, вот в Ульяновске пристань, когда я тут же паром ходил, и вот на пристань подойдёшь вот так вот, ну, где-то метров три, наверное, глубина, вот где пристань. И вот видно, как эта рыбка по дну там плавает. Вот какая свежая вода. Напомним, что переселение коснулось девяти районов области, в том числе Ульяновска. Основная часть зоны затопления, примерно 95%, это левобережье, где, в отличие от правого холмистого берега, были долины и поймы. По первоначальному плану в зону затопления должен был войти весь район нижней террасы областного центра. Это единственный в России городской район, который находится ниже уровня близлежащего водоёма, в данном случае Куйбышевского водохранилища. Дело в том, что на территории этого района находится известный оборонный завод имени Владарского, и поэтому Сталин решил его сохранить от затопления. Если сейчас, не дай бог, дамбу прорывает, то вот вся эта низменная часть, она ходит под воду, то есть вода там пребывает на 4 метра, то есть примерно до уровня второго этажа. Но Сталин решил спасти этот район, и здесь было сооружено, это где-то примерно в 1950-м и вплоть до 1957-го года. То есть на протяжении 7 лет здесь возводилось сложнейшее гидротехническое сооружение, но мы сейчас его называем просто Заворская дамба. Госархив новейшей истории региона показал нам уникальные фотографии ульяновского фотографа Немцева, которые ранее нигде не выставлялись. Немцеву удалось запечатлеть строительство дамбы на нижней террасе. Для сельчан, переселенцев новые места под жильё предлагали в том числе и в Ульяновске. В Государственном архиве области хранятся ценные кадры, как дома разбирают и на телегах, запряжённых лошадьми, перевозят в город. Благодаря сохранившимся альбомам, где под фотографиями указаны адреса, мы нашли некоторые дома, которые сейчас находятся в северной части города. Правда, в них уже живут не переселенцы. Свои дома они давно продали другим людям. Из архивных документов, которые были рассекречены не так давно, стало известно, что порядка 10 семей, которые как раз проживали здесь, в затопляемой части нижней террасы, они отказались от переселения. Но мы не можем сказать, с чем всё это закончилось. Из документов это непонятно. Но судя по другим примерам, которые были в Торстане, в Самарской области, мы можем сказать, что схема была примерно такая. Люди отказывались переселяться. Местные власти, например, райисполком или горосполком, принимали решение о принудительном переселении. Создавались специальные строительные бригады, которые прибывали на место, где жили эти отказники. И они просто начинали принудительно, без их разрешения, разбирать дом. С крыши, с печки и так далее. Как правило, в этом процессе принимали участие органы, скажем так, НКВД. 31 октября 1955 года – роковой день для Волги, положивший начало её гибели. В этот день было перекрыто основное русло Великой реки. 16 ноября 1955 года началось заполнение подготовленного ложа Куйбышевского водохранилища. Вода прибывала достаточно быстро, но площадь Искусственного моря была столь большой, что котлован водосливной плотины затопило лишь в апреле 1957 года. Уровень Волги у Ставрополя повысился на 28 метров. Из книги Евгения Бурдина «Волжская Атлантида. Трагедия Великой реки». Прошли десятилетия. Негативные последствия строительства Куйбышевской ГЭС, прежде всего экологические, стали накапливаться, как снежный ком. Сегодня просчитать полностью эффект и убытки от стройки века очень сложно. Да, первые 10-20 лет строительство ГЭС было оправдано. В сёла и города, в том числе и в Москву, пошла Волжская электроэнергия. Со временем, поскольку всё-таки электроэнергии нужно было больше и больше, стали строиться другие станции, например, теплоэлектростанции, атомные. И, конечно, вот эта доля гидроэлектроэнергии стала уменьшаться. Вот сейчас, по примерным подсчётам, доля электроэнергии, которая вырабатывается волжским каскадом ГЭС по всей Волге, она вставляет максимум 3% от всей электроэнергии, которая вырабатывается в России. Много это или мало, судите сами. Не оправдались оптимистические прогнозы о том, что при увеличении зеркала воды возрастут рыбные запасы. Из состава рыбного населения Средней Волги после создания водохранилища выпала ценная промысловая рыба семейства осетровых, лососевых и сельдиевых. Минога, севрюга, проходной осётр, белуга, шип, белорыбица, лосось, черноспинка, волжская сельдь и каспийский пузанок. Произошло замещение этих ценных видов рыб на малоценные, менее требовательные к чистоте воды. Из книги Евгения Бурдина «Волжская Атлантида. Трагедия Великой реки». Земля, сползая с берегов вместе со всеми отходами, оседает на дно в виде ила, создавая идеальное хранилище для тяжёлых металлов и химических веществ из промышленных стоков. По мнению экологов, заиливание – это сероводородное заражение, в его зоне пропадает всё живое. В летнее время непроточная вода водохранилища становится благодатной средой для развития сине-зелёных водорослей. В июле-августе масса сине-зелёных водорослей достигает 30 килограммов на кубометр воды. Более того, после загнивания эти водоросли выделяют токсины, становясь причиной массовой гибели рыбы. Повышение уровня воды также привело к увеличению давления на земную кору. Увеличилась сейсмическая активность. Подтверждением этому являются землетрясения, зарегистрированные в ряде республики областей. До 6 баллов в Татарстане, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях. До 5 баллов в Старатовской и Волгоградской областях. На мой взгляд, самый правильный и необходимый вариант – это постепенный спуск поэтапной водохранилища. Может быть, начиная с Рыбинского и заканчивая, например, нашим, Волгоградским, Саратовским. Это должен быть постепенный процесс, просчитанный как экологами, так и другими учёными, естественно. То есть это комплексный должен быть подход. Это огромные деньги, это новые технологии переработки того же ила, освоение вот этих территорий, которые освобождаются из-под воды. А в конце концов, демонтаж полотина – это тоже очень сложный процесс. Я думаю, что на самом деле это может растянуться на сотни лет. Только теперь мы начинаем понимать, что можно прожить без какого-то количества земли, электроэнергии, но без чистой воды, воздуха, без всего того природного богатства, которое было затоплено, прожить достаточно тяжело. Редактор субтитров А.Семкин